Предисловие, как появилась эта книга. В начале лета 2004 года мне позвонил Стив Джобс. За годы нашего знакомства с ним периодически случались приступы дружелюбия, особенно когда он планировал выпустить новый продукт и хотел, чтобы я поместил фото на обложку журнала Time или рассказал о новинке по CNN, где я тогда трудился. Но поскольку я больше не работал ни там, ни там, Стив объявлялся нечасто. Мы поболтали про институт Аспена, куда я недавно перешел работать, и я пригласил его выступить с речью в нашем летнем лагере в Колорадо. Стив ответил, что приедет с радостью, но речей говорить не будет. Вместо этого предложил пройтись и побеседовать. Мне это показалось странным. Я еще не знал, что все серьезные разговоры Стив предпочитает вести во время долгих прогулок. Как выяснилось, он хотел, чтобы я написал его биографию. У меня только что вышла книга о Бенджамине Франклине, и я работал над следующей об Альберте Эйнштейне. Разумеется, я в шутку поинтересовался, считает ли он себя преемником этих двух гениев. Я полагал, что карьера Джобса в самом разгаре, что впереди немало взлетов и падений, и... Отказался. Ответил, что, мол, не сейчас. Может, лет через 10-20, когда он отойдет от дел. Мы познакомились в 1984 году, когда он пришел в небоскреб Time and Life на обед с редакторами, чтобы прорекламировать свой новый Macintosh. Стив был по обыкновению резок, он обвинил одного из наших журналистов в том, что тот раскрыл в своей статье факты, о которых Джобс предпочел бы умолчать. Но чем больше мы общались, тем больше мне нравились его напоры и энергия, подчиняющая себе все и вся. Мы поддерживали отношения и после того, как Стива выгнали из Apple. Собираясь явить миру очередной проект, будь то компьютер Next или фильм, снятый на студии Pixar, он снова обрушил на меня все свое обаяние и приглашал в какой-нибудь суши-бар на Нижнем Манхэттене, чтобы сообщить, продвигаемая новинка, лучшее из того, что он когда-либо создал. И он мне нравился. Когда Джобс вновь занял престол Apple, мы поместили его фото на обложку Time. Вскоре он подал несколько идей, связанных с нашей серией статей о самых значимых людях столетия. Стив тогда уже запустил нашумевшую рекламную кампанию «Думай иначе» с портретами некоторых из тех, о ком писали и мы. Ему было интересно проанализировать влияние знаменитостей на ход истории. Хотя я и отказался написать его биографию, но мы периодически созванивались. Как-то я спросил его в письме, правда ли, что, как рассказала мне дочь, логотип Apple – знак уважения Аллану Тьюрингу, английскому криптографу и пионеру информатики, который в годы Второй мировой войны взламывал немецкие шифры. Жизнь компьютерного гения закончилась трагически. В 1954 году он покончил с собой, съел яблоко, начиненное цианидом. Стив ответил, что был бы рад, если бы так и было, но это не пришло ему в голову. Так между нами завязалась переписка об истории создания Apple, я начал потихоньку собирать материал на случай, если когда-нибудь все-таки возьмусь за биографию Джобса. Когда вышла моя книга об Эйнштейне, Стив приехал на презентацию в Пало-Альто, улучшив момент, отвел меня в сторону и снова предложил написать о нем. Его настойчивость меня озадачила. Всем известно, как ревностно Стив оберегает тайну личной жизни. К тому же я никогда бы не поверил, что он прочел хоть одну мою книгу. Может, когда-нибудь потом, ответил я. Но в 2009 году Лорен Пауэлл, жена Джобса, сказала мне напрямик, если ты собираешься написать книгу о Стиве, лучше поторопись. Он тогда как раз прошел второй курс лечения. Я поклялся, когда Джобс впервые заговорил о книге, я понятия не имел, что он болен. Лорен ответила, что об этом почти никто не знал. Стив позвонил мне как раз перед тем, как лечь на операцию. Он по-прежнему скрывал от всех, что у него рак, объяснила она. И тогда я решил написать его биографию. Джобс пообещал, что не станет меня контролировать, даже не попросит показать рукопись, чем немало меня удивил. Это твоя книга, заявил он, я ее даже читать не буду. Но осенью он, похоже, оставил идею про книгу. Я тогда не знал, что у него началось обострение болезни. Стив перестал отвечать на звонки, и я на время отложил проект. Джобс неожиданно позвонил мне в канун Нового 2009 года. Он был дома в Пало-Альто с сестрой, писательницей Моной Симпсон. Жена с детьми уехали кататься на лыжах, а Стив по состоянию здоровья не мог их сопровождать. Стив был в философском настроении, мы проговорили больше часа, он вспоминал, как в 12 лет решил построить цифровой частотомер, нашел в справочнике телефон Билла Хьюллита, основателя HP, позвонил ему и попросил прислать нужные детали. Сказал, что последние 12 лет, начиная с возвращения в Apple, были самыми эффективными в его жизни. Было создано много новых продуктов, но гораздо важнее, признался Стив, для него повторить то, что когда-то удалось Хьюлиту и его другу Дэвиду Паккарду. Они основали компанию, которая оказалась настолько инновационной и креативной, что пережила своих создателей. В детстве я считал себя гуманитарием, но мне всегда нравилась электроника, вспоминал Стив. Как-то я прочитал, что пишет один из моих кумиров, Эдвин Лэнд из Полироид, о том, как важны люди, решающие задачи на пересечении гуманитарных и точных наук. И решил, что как раз этим я и хочу заниматься. Казалось, Стив подбрасывает мне идеи для книги. Кстати, в этом случае подсказка оказалась полезной. Когда я работал над биографиями Франклина и Эйнштейна, меня больше всего интересовало творческое начало в людях, в которых любовь к гуманитарным дисциплинам сочетается со способностями к точным наукам. Более того, я уверен, что это ключ к созданию инновационной экономики 21 века. Я спросил Джобса, почему он хочет, чтобы именно я написал его биографию. «У тебя неплохо получается вызывать людей на откровенность», признался Стив. Я не ожидал такого ответа. Я понимал, что мне придется опросить многих из тех, кого он когда-то уволил, обидел, бросил или просто разозлил и боялся, что Стиву не очень-то понравится, если я вызову их на откровенный разговор. И действительно, когда до Джобса дошли слухи о том, с кем именно я беседую, он занервничал. Но спустя пару месяцев сам стал уговаривать людей со мной поговорить, даже бывших возлюбленных и врагов. Не пытался он и ограничивать меня. Я в жизни сделал много такого, за что мне стыдно. Когда мне было 23 года, я бросил девушку, которая была от меня беременна, вспоминал Стив. Но скелета в шкафу, который нельзя было бы извлечь на свет, у меня нет. В конце концов, я записал около 40 интервью с ним. Некоторые проходили довольно формально в его гостиной в Пало-Альто, другие во время долгих прогулок, поездок или телефонных разговоров. За те полтора года, что я собирал материал для книги, мы со Стивом очень сблизились, стали откровенные, хотя время от времени я сталкивался с тем, что его давние коллеги по Apple называли полем искажения реальности. Иногда он что-то неумышленно забывал, как это бывает со всеми нами. Порой выдавал мне, да и себе, альтернативную версию событий. Чтобы проверить и дополнить его истории, я просил более сотни его друзей, родственников, конкурентов, врагов, коллег. Его жена Лорен, помогавшая мне в работе над проектом, также не хотела меня никак ограничивать или контролировать, не просила показывать ей рукопись. Она хотела, чтобы я честно рассказал не только о его победах, но и о неудачах. Лорен – одна из самых мудрых и рассудительных людей, которых я только встречал в своей жизни. Некоторые подробности его биографии и черты характера довольно неприглядны, это правда, не стоит их обелять. Ему случается искажать действительность, но история его жизни заслуживает того, чтобы о ней рассказали правдиво. Удалось ли мне это судить читателю? Уверен, что многие действующие лица этой книги могут иначе рассказать о тех или иных событиях или решат, что я попал в поле искажения реальности Джобса. С его биографией случилось то же, что с книгой о Генри Киссинджере, которая, кстати, в каком-то смысле стала неплохой подготовкой к этому проекту. Я обнаружил, что люди настолько бурно относятся к Джобсу, будь то положительно или отрицательно, что зачастую это можно объяснить только эффектом Рассемана, суть которого в том, что одно и то же событие воспринимается его участниками совершенно по-разному. Я как мог старался примирить противоположные точки зрения и не скрывал источников, к которым обращался. Это книга о жизни, полной падений и взлетов, о невероятно сильной личности и талантливом бизнесмене, чье стремление к совершенству и необузданная энергия совершили революцию в шести сферах, касающихся персональных компьютеров, анимации, музыки, телефонов, планшетников и электронных книг. Можно добавить седьмую сферу – продажи. Здесь Джобс не то чтобы произвел переворот, но переосмыслил концепцию магазинов. А еще открыл путь новому рынку цифрового контента через приложение, а не только с помощью веб-сайтов. Он не просто создавал инновационную продукцию. Он создал, пусть и со второй попытки, надежную жизнеспособную компанию, вдохнул в нее собственную творческую энергию, нанял на работу креативных дизайнеров и передовых разработчиков, способных притворить его замыслы в жизнь. Надеюсь, что это книга о новаторстве. Сейчас, когда Соединенные Штаты изо всех сил стараются сохранить позиции в области инноваций, когда страны всего мира пытаются выстроить новой экономики эпохи цифровых технологий, Джобс является олицетворением творчества, воображения, изобретательности. Он одним из первых понял, чтобы добиться успеха в 21 веке, нужно соединить креативность и технологии. И основал компанию, в которой игра воображения органично сочетается с новейшими достижениями техники. Он и его коллеги из Apple отваживались думать иначе и не просто усовершенствовали имеющиеся товары на основе анализа мнений Focus Group, но создали продукты и услуги, о которых потребитель прежде не подозревал. Джобса не назовешь идеальным руководителем или примером для подражания. Обуреваемый страстями он мог и разозлить, и расстроить тех, кто был рядом. Но все его изобретения несут на себе отпечаток его характера, его достоинств и недостатков, они взаимосвязаны, как взаимосвязаны программное обеспечение и комплектующие Apple. Все это часть единой системы. Его история и назидательна, и поучительна. Из нее можно узнать многое об инновациях и о чертах характера, о лидерских качествах и жизненных ценностях. Хроника Шекспира Генрих V история инфантильного и своенравного принца Хала, который стал королем, одновременно несдержанным и чутким, черствым и сентиментальным, робким, но способным вести за собой, начинается с призыва. «Ой, если б муза вознеслась, пылая на яркий небосвод воображения!» Вознесение Стива Джобса к яркому небосводу воображения начинается с истории о двух парах родителей и о детстве в Силиконовой долине, которая тогда только училась превращать кремний в золото. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова